Меланома Наиболее опасные из заболеваний кожи – это меланома. Дело в том, что меланома, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, наибольший риск составляют молодые люди, которые начинают пользоваться солярием. Например, с 16 лет, если человек начинает сгорать активно в солярии, то риск возникновения меланомы увеличивается до 75%. Если говорить про меланомы, то все пигментные образования, которые находятся на теле человека, нужно за ними следить, наблюдать и удалять именно те, которые находятся в зоне воздействия. Либо трение. Я не буду рассказывать, чем можно тереть пигментные образования. Это и резинки у трусиков, и бретельки, и резинки какие-то. И второе – возникновение меланомы на коже лица. Если быстро пробежаться по всем, так скажем, ракам, но к коже мы затронули, берем первое, что это слизистая полость рта. Это воздействие механическое, то есть это неправильная установка протезов зубных. Постоянное трение слизистой полости рта в одном месте, к сожалению, при длительном таком воздействии механическом вызывает рак слизистой полости рта. Если вы пьете кипяток каждый день, если вы курите каждый день, если вы какие-то употребляете агрессивные среды, ну это алкоголь, газировка нет. Должно быть либо механическое воздействие, это вот именно протеза, то, что я сказал, либо термическое. В основном у нас это термическое воздействие. То есть мы начинаем употреблять в пищу горячие продукты, особенно жидкости. Поймите, рак пищевода возникает только в местах сужения, больше нигде. Но это наводит на логичную мысль, что в местах сужения как раз возникает и термическое воздействие, и химическое. То есть мы на протяжении десятилетий обжигаем пищевод, обжигаем высокими температурами и химическими реагентами. В основном это алкоголь. И как раз на этих местах сначала возникает хронический ожог, потом возникает соединительная ткань, ну мозоль по-русски говоря. Потом эта мозоль начинает преобразоваться в опухольную ткань. И самая главная привычка, которую нужно нашим людям устранить, это перестать пить во время еды и после еды. Пить что? Любые жидкости. Вот смотрите, в Японии практически победили рак желудка. Что они сделали? Они пьют воду до еды за полчаса, во время еды и после еды они категорически запретили населению, донесли. И как-то вот это вот до населения перестали пить. Что происходит? Смотрите, мы хотим кушать не потому, что мы хотим кушать, а потому, что у нас в желудок выделился желудочный сок и ферменты из желчика. Мы пищу туда, значит, приняли. Только начинают у нас все ферменты работать, обрабатывать и переваривать, мы прекрасно двумя-тремя чашками чая это превращаем просто в большой аквариум, где эта пища начинает просто плавать, циркулировать, но не переваривать. Потом жидкая часть через какое-то время уходит вместе с желудочным соком и ферментами. И пища у нас просто лежит и гниет в желудке. Тем самым вызывает эрозии, а потом язву. Рак кишечника это запоры. Длительные запоры. Особенно у женщин. Когда каловые массы стоят в толстом кишечнике, основная функция толстого кишечника это всасывание воды. Когда каловые массы стоят долго в кишечнике, воды в них практически нет. Они очень твердые, они начинают при прохождении травмировать слизистую. Травмировать, например, подъипы какие-то даже, какие-то небольшие, которые никогда бы не превратились в онкологию, если их только не травмировать. Поэтому первое, что нужно сделать людям, это избавиться от запоров. А избавиться от запоров можно элементарно просто раздробив питание свое. То есть кушать нужно обязательно небольшими порциями и никогда не есть первое и второе вместе. Это у нас тоже основная причина, как люди первое и второе поедят салат, а потом еще чаем напьются. Ну представьте, трехлитровая банка это все туда свалить. Знаете, я видел желудки, которые висят у людей в малом тазу. Они просто огромные. За счет перерастяжения. Исключив запоры и включив в питание побольше клетчатки, трава, зелень, помидоры, огурцы, такие вещи, яблоки, мы можем снизить заболеваемость раком толстого кишечника. Вы сказали, что это? Берем легкие. Рак легких. Вы знаете, вот статистика показывает, например, что когда я 20 лет назад начинал оперировать рак легкого, у нас из 8 палат в отделении была одна маленькая женская палата, максимум на 4 койки. Соотношение рака легкого было 7 к 1. 7 мужчин, одна заболевшая женщина. Когда 30 лет назад завод Филипп Моррис задался вопросом, почему в России не курят женщины, в итоге они нас победили. Посмотрите, сейчас по статистике 68% выпускниц школ и первых курсов института девочки курят. Соответственно, уже статистика изменилась. Сейчас у нас из 8 палат, из 8 палат, 4 женских. Не обязательно, что там все лежат с раком легкого. Но очень велик процент вырос женщин, которые начали курить 20 лет назад. Сейчас курят легкие сигареты, которые никогда в жизни никто не откашляет. Дым доходит из самых мельчайших альвеол легких. Ну, легкие это дерево, понимаете, крупный ствол, потом деление на мелкие веточки. Из мелких альвеол, которые меньше миллиметра, никто никогда не откашляет. Там собираются смолы, канцерогены. И вот сейчас у нас все больше и больше появляется молодых женщин в возрасте 40 лет, которые начали курить 20 лет назад, с маленькими раками. 3-4 миллиметра в легком рак, зато метастазы в костях и в печени. Понимаете, они очень агрессивные. Почему? Они изначально химически агрессивные. Раз. Во-вторых, легкие не очищаются от вот такого облегченного дыма. И второй бич, который пришел в нашу страну, к сожалению, это кальян. Это кальян, к сожалению, потому что возрастного ценза нет никакого. Купить кальян может любой, возят в багажник, курят везде, где можно. К сожалению, у молодежи это стало модно. То есть кто-то пошел в спортзал, кто-то курит кальян. Курение кальяна – это тоже курение химических реагентов, которые еще горят. Понимаете? То, что это пропускается через воду – это небольшой эффект, небольшое только очищение. На самом деле, это и сигареты, курение легких сигарет и кальян вышли на первое место по раку легкого. У мужчин, ладно. У женщин курение вызывает не только рак легкого. Курение вызывает рак молочной железы, рак шейки матки, рак яичников. Это доказано. Продолжение следует...